И снова здравствуйте, всем привет! Так, ролик последующий, пока есть время. Всех с праздником, 9 мая. Так, вот такой получился, значит, олень. Давайте в этом ролике вставим кости, значит, оленю и кости волку. Ну, чтоб один ролик был, чтоб потом уже не разбивать. Вот кости волка, кости оленя, уже комплектом давайте. Так, погнали сразу же, прям N панель ScreenCaskey. Так, где тут? Так, по дефолту вернул, значит, всю эту штукенцию. Ну, не проблема, давайте для закрепления, значит, в преференции зайдем, найдем аддон. Переключимся на английскую раскладку. И пишем Screen. Так. ScreenCaskey. ScreenCaskey. Вот он. Включаем. Потом уже с аддонами разберусь, которые вылетели. Не проблема. Так, еще раз информация, значит, как возвращать все дело. Буквы, размеры, передвижение, видимость, размер. Вот так будет лучше, наверное. А ну-ка. N. Буквы побольше. Будет видно, что буду нажимать. Так, и для закрепления. Когда вы заходите в файл, находите Defaults, то вот ставите, загрузить по дефолту, чтобы вот страница загружалась у вас именно с этой сцены. А вот это все, значит, потом сохраняем, чтобы она сохранилась. Вот. А это возвращение по дефолту. Load Factory Systems. Save Startup File. Вот так вот. Так, ну погнали. Так, отключаем цветность. Так. Давайте сначала сразу сделаем в шейдингах, как я делал, значит, с волком. Посмотрим, как он преобразится. А потом уже тогда будем делать дальше Shift D. Делаем дубликат. Потом можно сделать, значит, по разным вариантам. Add, находим, так, Color, находим MixRGB, ну и Shift D, ставим 2. Так. Что у нас тут получается? Олень стал белый, не есть Good. Значит, переведем на Roughness. Олень 2, БМП, БМП. Так. Оверлей, а здесь поставим Multiply. Вернулся цвет. Значит, теперь, какой у нас там преобладает? Преобладает где-то вот такой. Так, этот слишком сильный будет. Во, пусть покраснее будет. Так. И еще один, значит, у нас получается... Так, вообще-то желтый, да? Уменьшаем. Уменьшаем желтый цвет. Так. А этот? Ну, тоже, вот, чтобы он потемнее был. Так, наверное, будет поприкольней. Так. Можно еще цвет поискать. Так, это уже на красный переходит. Ну, вот так будет, наверное, получше. Так, пойдет. А ну-ка, смотрим. Ну, да, уже почетче будет так смотреться. Так, тут глаза. Ну, в принципе, шкура нормально смотрится. Так, теперь отключаем цвет. Shift-A. Сочетание клавиш. Арматура. Single bone. И тут вопрос. Делать ли позвоночник раздельным или цельным? Так, выбираем косточку. Ставим ее. Видимость in front. Чтоб спереди. Дальше переходим в edit. Английское. R. Перекручиваем. С помощью MOV Topology. Правильно? Ну, MOV. Перекручиваем. Делаем S. Уменьшаем. Подгоняем по заднице. Делаем R. Потому что позвоночник у оленя перекручен. И погнали, значит, чуть-чуть поближе к хвосту. Делаем E. И побольше на косточек сделать. Так. Вот здесь, где уже ключица будет, значит, у нас разрыв. Вот так. Голова повернута, значит, нужно ее так и выводить. Доводим до нижней челюсти. Теперь, значит, E. Цельную кость будет отвечать за голову. Следом, E. Вытаскиваем косточку. Выделяем Alt-P. Clear Parent. Поставим ее вот таким вот образом. Так. G можно ее побольше. Теперь делаем Shift-D. И делаем косточку поменьше на челюсть. Так. Чтобы у нас закрывался рот при дыхании. Теперь эту косточку вяжем на лобовую. Ctrl-P. Keep Offset. А лобовую вяжем, значит, головной. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Потом посмотрим, что по ушам. Ну, верхняя не будет двигаться, да. В принципе, рога не должно затронуть. Так. Теперь хвост. Стройка на нампаде. Делаем хвост, значит, E. Маленькую косточку вытягиваем. И следом вот так. Так. Ctrl-Z. Маленькую кость. Давайте отсоединим. Alt-P. Clear Parent. И привяжем ее к тазовой. Ctrl-P. Keep Offset. И теперь можно выдвинуть. Ну, несколько костей. Так вот. Чтобы когда будем двигать, чтобы у нас задница не вертелась. Просто хвост, видите, расцельенный такой. Ну, в принципе, нормально будет. Погнали дальше. Так. Теперь у нас, получается, нужно ключицу. Вытаскиваем ключицу. Alt-P. Clear Parent. Косточку отсоединяем. Выводим на ключицу. Вот таким вот образом ставим. И теперь от нее, от нее будем плясать уже всю вот эту штуку. Значит, Е тянем где-то вот сюда. Потом тянем до колена. Опять же смотрим, чтобы у нас, где будет изгиб. У оленя, по-моему, у лося, вот это вот назад огнется. Значит, G сюда. Е. До щиколотки вот этой. Потом делаем маленькую косточку. И уже основную. Следом вытаскиваем управляющую кость. Отсоединяем Alt-P. Clear Parent. И вот так. И вот эту кость вяжем к этой. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Направляющие кости я не буду делать. Нет надобности, да? Единица на нампаде. Теперь все это дело, значит, выводим по суставу. Во. И вяжем, значит, нашу ключицу. Вот эту. Чтобы она не выходила за пределы. Вяжем ее, ну, допустим, вот к этой кости, которая не будет двигаться. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Тройка на нампаде. Теперь делаем что? Здесь делаем тазовую кость. Вот так ее вытаскиваем. Alt-P. Clear Parent. Но теперь тянем вот за эту голову, да? И вытаскиваем, как будто это тазовая кость хребетная. Или какая она там. Так. Теперь эту кость вяжем Ctrl-P к тазовой. Keep Offset. Тройка на нампаде. Чуть-чуть ее, значит, G. Опускаем. Уменьшаем. И теперь, значит, E. Сюда. Сюда. По-моему, такая лапа. Я давно их уже не делал. Потом идем до хряща. Идем в маленькую кость. И потом только на копыто. Следом, E вытаскиваем управляшку. Alt-P. Clear Parent. И вяжем вот эту маленькую к управляшке. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Здесь вроде нога попала. Но нужно ее немножко все-таки подкорректировать. Вот так вот. Так. Есть такое дело. Но теперь у нас вопрос поднимется в чем? Когда будем гнуть голову, будет гнуться и грудина. Да? Значит, что можно придумать? Shift-D. Сделать дубликат кости. Единица на нампаде. Сделать R. Перекрутку. Тройка на нампаде. Сделать ей здесь место для ограничения. Чтобы она держала вот эту часть. Так. А если будет нагибаться, это будет ломка. Значит, чуть-чуть пониже. Хорошо делать, значит, модель, чтобы шея была ровная. Здесь все равно она уже как бы в позе стоит, да? Ну вот. Бывают. Сейчас будем ликвидировать вот эти все косяки. Так. Она уже привязана. Тоже делаем Shift-D. И теперь нам нужно, чтобы у нас под лопаткой, то бишь под лапой G, вот здесь, было настроено веса, чтобы вот эта вот вся нога у нас не тянула за собой вот эти вот части груди. Так, вот как-то так-то. Так. Тройка на нампаде. Так. Ну, в принципе, все. Тут выставлено. Теперь, наверное, то же самое сделаем Shift-D. Тут уже задний вид. И попробуем, значит, подставить эту кость вот к этой части, к задней, чтобы у нас не тянуло задницу. Ну, и опять же, чтобы хвост у нас без проблем сгибался. Так. G. Можно даже ее довести вот до линии сгиба ноги. Посмотрим сейчас, что получится. Ctrl-P. Keep Offset. В принципе, все. С оленем закончили. Глаз тут нет. Ничего такого серьезного, как говорится. Так. Вот выделяем все вот эти косточки. Смотрим, чтобы они все выделились. Вот тазовая не выделилась. Так. Грудина центральная. Она нам не понадобится. Она так на центре и будет. Теперь, что делаем? Делаем Shift-D. Щелчок правой кнопкой мыши. Делаем Mirror X Global. И вот так все это дело переводим. Так. Ну-ка. Надо попасть четко по коленям, потому что как она у меня по симметрии, сама не зеркалится. Во-первых, симметрия не включена. Ну, а во-вторых, я так привык делать. Мне так удобней. Так. Конечно, кто-то скажет, надо привыкать делать как положено. Ну, в принципе, у всех самоучек есть свои такие, как сказать, фишки, которые вот они как учились, так вот они к нему прилипли. Ну, раз так прилипло, то так и пусть будет. Так. Потом я вставлю глаза, возможно, зубы. Ну, тут не суть вопроса, да? Так. Теперь в Object Mode выбираем нашего персонажа, выбираем наши кости, делаем Ctrl-P Weight Automatic Widget. Так. Заходим, выбираем кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку, управляшку, через Shift выбираем предплечье, вот это вот, и делаем так, давно я это делал, Ctrl-Shift, Ctrl-Shift-C, вот, и делаем Inverse Kinematic. Так, теперь заходим в настройки кости, так, 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 это у нас ориентиры, таргеты нам не понадобятся, ставим на две управляющие кости, проверяем, так, Ctrl-Z, проверяем G, как у нас тут все прилепилось, так, вот видите, ногу ведет, ногу ведет, ну, потому что она стоит, не расхязанная, не расхязанная, тогда кость ориентира, Ctrl-Shift-C, сочетание клавиш Inverse Kinematic, на две кости, так, проверяем, как работает задняя нога, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, здесь уже надо ставить на три кости, не вопрос, поставим на три косточки, G, шикарно, живот не ломает, все зашибись, Ctrl-Z, ну, и повторяем то же самое, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, здесь значит задние на три косточки, так, а передние, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, на две кости, так, а если на три кости поставлю, проверяем, так, Ctrl-Z, так, вот на три кости, вы видите, что уже будет тянуть вот эту часть, не есть гуд, Ctrl-Z, лучше мы плечевые сами будем уже догонять, значит, здесь на две косточки, все нормально, так, тройка на нампаде, что у нас с артом, с головой, значит, R, он бежать будет, в принципе, пусть меньше делает движений, так, вот видите, здесь у нас пошла, значит, вот эта штукенция, ну такой ломки я не вижу, значит, если будет бежать вперед, то вот живот ломает, видите, в принципе, это обыграем, это мы обыграем, так, теперь, что, ну давайте, зайдем в Edit Mode, и вытащим E, кости управляшки, Ctrl-Z, давайте, Alt-P, Clear Parent, и теперь вытягиваем ее вперед, и привязываем, значит, привязываем вот к этой, не, не к этой, а вот к этой, к маленькой вот этой косточке, привяжем, Ctrl-P, Keep Offset, так, теперь, единица на нампаде, делаем Shift-D, делаем Mira X Global, и, значит, подставляем на эту сторону, выбираем через Shift маленькую косточку, вот эту, так, раз, два, Ctrl-P, Keep Offset, так, заходим теперь в Object Mode, и давайте все это дело перевяжем, Ctrl-P, White Automatic Widget, теперь, выбираем только кости, и заходим в Post Mode, теперь, находим, вот эти вот кости, Inverse Kinematic, и добавим сюда, значит, арматура, и добавим, нужно смотреть, какая она, да, значит, теперь Name, наименование, и у нас выходит здесь, 51 и 50, вопросов 0, заходим, ставим, бонт, поставим, и просто перепечатать, можно, так, 50, Enter, смотрим, вывернула, не вывернула, нет, все нормально, так, теперь, выбираем эту косточку, на эту, на эту, арматура, и 51, 1, Enter, 51, Enter, так, ну, вроде, тоже не вывернула, а, ну-ка, проверяем, как все работает, G, не понял, 50, 50, а, все, понял, она вяжется, к этой, к мелкой, ну, значит, сейчас изменим, эта мелкая, так, Ctrl-P, Keep Offset, она просто отвязалась, потому, что мы к ней привязались, Ctrl-P, о, а до нее не отвязалась, парадокс, выбираем, и вяжем по новой, Ctrl-P, привязана, Ctrl-P, Keep Offset, зеркалка какая-то, интересная, Ctrl-P, привязана, Object Mode, по новой, Ctrl-P, Keep Offset, новый, автоматик, виджет, перевязываем, парадонте, заговорился уже, так, и теперь получается, а ну-ка, G, теперь это отвязалась, не есть, Good, Ctrl-P, Keep Offset, Ctrl-P, привязана, так, я, наверное, что-то подступляю, да нет, все нормально, все правильно, так, а это, все, так, это получается, ориентиры, как работают, работают, так, этот ориентир, тоже работает, Ctrl-Z, Ctrl-Z, так, ну, здесь вот, придется потом, R, плечевую, так вот, вытягивать, так, выберем, значит, и когда у нас будет лапа уведена, а ну-ка, а ну-ка, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, так, убираем видимость костей, смотрим, а, да, не доглядел, значит, вот эту часть, косточки, значит, 90, так, а это тогда, что у нее тут, а это вроде стоит, а, не, перекручено, ну, и это тоже 90, так, а ну-ка, ага, перекрутка прошла слишком много, а ну-ка, 0, Enter, так, 0, Enter, вот она, перекрутка есть, но нужно ее чуть-чуть, значит, убрать, а ну-ка, а ну-ка, в минус, да, так, понятненько, и теперь, в минус, получается, вот эту, дали ему год, теперь все нормально, так, проверяем, теперь, какой вариант, значит, как работают, во-первых, направляющие, G, так, это G, локоть, уводим, и придется потом, значит, и этот локоть, уводить, потому, что у нас, лапы были скрещены, вот, когда делаете персонажа, этот олень скачанный, ну, я голову ему повернул, чуть лапы переделывал, короче, он в позе стоял, я у него взял одну сторону, отзеркалил, голову перевернул, сделал по симметрии, и получается, значит, вот такая штука, ее можно исправить, но, в принципе, она не принципиальная такая, чтобы косяк этот небольшой, потом над осями просто поработать, покажу, потом, когда буду делать анимацию, уже это мы устраним, так, теперь вопрос какой, что делать с животом, получается, если мы будем, работать там, бег будет, то, в принципе, живот сильно участвовать не будет, да, так, задние, видите, они растопоршенные были, видите, они офигенно, крутятся, вертятся, колени никуда не уходят, все нормально, а вот это вот треугольник, вот этот передний, вот он чуть-чуть проблему и создает, так, проверяем, значит, как у нас пасть работает-то, так, закрываем, так, видите, когда мы закрываем рот, вот, сейчас тройка на нампаде, поближе вам подведу, у нас идет вдавливание, вот он, и вот эта пустота, Ctrl-Z, Ctrl-Z, тройка на нампаде, заходим в Edit Mode, не вопрос, делаем Shift-D, и, значит, G, ставим здесь ограничение по губе, все, она привязана, значит, к этой косточке, Ctrl-P, Keep Offset, так, смотрим, что она тут, можно их, конечно, две поставить, но, в принципе, весы должны настроиться, автоматически, так, заходим в Object Mode, выбираем, персонажа кости, Ctrl-P, Wait Automatic Widget, заходим, значит, в Post Mode, и проверяем, как у нас закрывается рот, вот, теперь у нас рот, офигенно закрывается, а эту часть, вот эту часть, заходим в Object Mode, выбираем нашего персонажа, так, кости, английская H, можно скрыть, пока, заходим, в Sculpt Mode, выбираем тянучку, так, ставим симметрию, и вот так вот, чуть-чуть, поправляем, можно чуть-чуть, вот тут, башка переделать, не суть вопроса, так, заходим в Object Mode, включаем Alt-H, возвращаем наши кости, тройка на нампаде, вот такой персонаж, значит, все, все остальные, фишки, будут уже потом, значит, можно заменить, кости, другим видом, но для оленя, для оленя, я пока оставлю, вот эту, штуку, почему, потому что, когда, ну, таких, рогатокопытных, лошадей, там делаешь, лучше видеть, вот эти, вот все ключицы, я их, как, ну, вот, визуально, должны работать, нормально, так, а, еще одну фишку, давайте попробуем, по Sculpt Mode, выбираем, первую косточку, так, по-моему, первую не, так, первую, и вот эту, Ctrl, 6, C, Inverse Kinematic, наоборот, не вопрос, первую кость, на, вторую кость, на первую, Ctrl, 6, Inverse Kinematic, удаляем, значит, таргеты, ставим влияние, на две косточки, и теперь мы, G, вот так можем, хвостом, тянуть, значит, на три косточки, да, вот, ну, пускай, вот так, он будет болтыхаться, в принципе, для движения пойдет, если что, если что, то можно под хвост, еще одну кость зарядить, или просто настроить веса, чтобы вот эта часть, значит, не тянулась, или косточки, еще подразделить, так, тройка на нампаде, Ctrl, Z, Ctrl, Z, Ctrl, Z, чтобы у нас не создавалось движение, да, так пойдет, и это есть, на голову точно так же можно сделать, поставить, выбираем косточку, Ctrl, Shift, Inverse Kinematic, удаляем таргеты, ну, и влияние ставим, допустим, ну, на четыре кости, проверяем, так, это у нас получается, раз, а, раз, два, три, да, побольше надо, так, Ctrl, Z, чтобы голова стояла на месте, так, а ну-ка, докуда она уже дошла, так, это уже, ну, с одной стороны хорошо, вот, да, но это многовато, значит, ставим, на пять костей, тоже, Ctrl, Z, многовато, а почему она не сработала на три кости, раз, два, три, четвертая ходовая, да, так, да, Ctrl, Z, надо на четыре косточки ставить, все, вот, чтобы голову можно просто было вперед быстро выдвигать, то вот такой вот пойдет такая штука, остальное будем дорабатывать все равно косточками вот этими, вот так, так, ну, в принципе, все, по оленю все, остальное уже в процессе анимации, если будут вылазить какие-то косяки, то можно будет добавлять какие-то уже в процессе там кости, и поправлять уже вот эту штуку, если вот эту кость сейчас увести подальше, будет гнуться лучше, но тогда вот этот костец, костец будет задействован, тоже не есть гуд, также что еще можно делать при ригах вот этих вот лоси, оленей, лошадей, отсоединять, позвонок делить на три части, голова, дальше вот я плечевая и задница, тогда можно перекручивать отдельно, допустим, задницу, отдельно грудину, ну, очень удобно, кстати, потому что если сейчас вот нужно задействовать большой перегиб, вы видите, что, пардоните, в принципе все можно, да, вот, тут по костям у вас там выходит, там, вот уже пошел у нас, видите, ломка значит живота, Ctrl-Z, 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 и чтобы этого не было, ну, давайте еще косточку, наверное, добавим, одну, так, вот эту кость, то тут вопрос, одну добавлять или, ну, давайте добавим одну центральную, значит, E, E, Alt-P, Clear Parent, значит, единица на NumPAD, ставим ее по центру, тройка на NumPAD, здесь, значит, уже эта косточка будет держать, здесь, значит, плечевая, нам, нам, в принципе, надо, чтобы, живот-то работал, да, сгибался, значит, нам, так, пардонте, Ctrl-Z, нам нужно просто, G, и поставить ее, в эту косточку, где, вот, ребра, заканчиваются, вот здесь уже живот, да, ну, и пусть на здоровье, тут гнется, а здесь, вот, идет, хребет, грудина, ну, можно ее продлить, тут вопрос, теперь, к чему ее привязать, по идее, нужно вязать, ну, вот, к этой косточке, или к этой, вот, тогда, когда будут гнуться, эти кости, она, вот эту, вот эту, вот часть, будет заходить, далеко, в пах, тоже, нехорошо, это дело будет, тогда, давайте, ее уменьшим, просто, где-то, вот так, наверное, потом, можно просто, скайл, как-то, ее уменьшать, ну, в принципе, можно будет, подгадаться, так, Ctrl-P, тип, offset, и обязательно, перевязываем, Ctrl-P, White, Automatic, Widget, выбираем, опять же, косточки, заходим, по смотр, ну, и пробуем, согнуть, позвоночник, вот, видите, здесь, в принципе, нормально, когда, вот, живот уходит, да, то, тогда нормально, вот, это уже, нормально, просто, большой изгиб, если здесь будет, уже изгиб, ну, вот, в принципе, нормально, живот исчезает, он должен, подгибаться, где-то, что-то, мы можем, этой косточкой, сыграть, как-то, сделать, скайл, допустим, там, надуть, удуть, в принципе, с этим делом нормально, так, все, олень готов, сохраняем файл, save as, олень, rig, сохранить, так, ну, нас теперь ждет пес, то бишь, волк, решил я, не занимать ваше время, именно, по, костям, которые уже были в оленя, вставлены, вот, наметил, значит, вот этого персонажа, так, ну, видите, уже я тут, подкорректировал, в принципе, шерсть уже, смотрится, ну, прям, такие, ничего, еще, на морду, на чуть-чуть, поднабросать, мелких, и на задние лапы, чуть-чуть, так, кинуть, и, в принципе, в принципе, что, вот, пару плешей тут есть, вот, на спине, но это все заполнится, не вопрос, но хвост, в принципе, все смотрится, нормально, боковуха, в принципе, вот, если спереди смоить, ну, вот, еще пустота есть, вот здесь вот, хребет, чуть-чуть заполнить, вот здесь вот, подкорректировать, ну, вот, еще, на грудине, вот сюда, туда оттенок, это, а не, вот, сюда надо еще, вставить одну штуку, и, в принципе, что, волчара заиграет, ну, вот сюда еще одну, там, вот, видите, есть пустота еще, вот так, вот, ямка, сюда, подзаполнить на гриву, и, в принципе, что, ну, смотрится, да, и всего лишь он занимает, так, кстати, у кого нет подсказки, сколько здесь у вас полигонов, правая кнопка мыши, сцена, селекция, сейчас у меня получается, если я выбираю, полностью персонажа, так, он говорит, ну, тут этот, кто у меня, 12234, значит, триса, вертиксов 7000, фейсов 6228, это немного, для такой шерсти, вот, для такой вот шерсти, это, в принципе, немного, так, это, значит, пока скроем h, кстати, вот эта вот шерсть, в файле есть, который можно скачать, значит, в этом, в ВК, в группе, скачайте, пробуйте, в принципе, экспериментируйте, так, выбираем, значит, нашего волка, выбираем кости, Ctrl-P, Wait, Automatic Widget, и тут вот вопрос, я вот эти вот шкуры, еще не привязывал, и получается, их вязать к персонажу, или это, вот эту информацию, я потом отдельно сниму ролик, по привязке, значит, вот этой шерсти, ну, и покажу, как она доработанная, будет уже выглядеть на, кабеле на этом, так, пока, скрываем, вот эти все, аж, будем работать с голым персонажем, так, тут у нас тоже, в принципе, а еще на ушах, значит, аж, так, смотрим, выбираем персонажа, выбираем зрачки, и выбираем кость, Ctrl P, Wait, Automatic Widget, так, теперь, что я хочу, вот, есть у него зубы, да, выбираем зубы, я в этот раз кости не стал отдельно, и добавлять, ну, верхнюю добавил, а нижнюю не стал, привезу просто к челюстям, так, теперь через Shift кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку, идем, Ctrl P, значит, это будет Бон, заходим в Object Mode, выбираем еще одну, челюсть, опять же, кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку, нижнюю, Ctrl P, Бон, так, тут еще есть язык, вот он язык, вот язык, хорошо бы, завязать на отдельные кости, давайте посмотрим, как это все дело будет, так, значит, язык мы пониже, вытащим, сейчас косточку, так, Edit Mode, вытаскиваем косточку, Alt P, Clear Parent, значит, с помощью вот этой, MOV, переводим, делаем S, захватываем начало языка, вот так вот, тройка на нампаде, а теперь берем вот так вот, E, E, и где, и где поменьше, значит, переход, побольше костей, так, вяжем вот эту косточку, значит, голове, Ctrl P, и Pop Set, теперь, Object Mode, выбираем персонажа, выбираем язык, ну, глаза можно не выбирать, мы их уже привязали, Ctrl P, wait, автоматик, будет, так, заходим теперь, в Post Mode, выбираем эту косточку, с помощью MOV, так, так, вот эту косточку, и с помощью MOV, давайте ее, подсадим, в рот, почему, вот эта косточка, да, она будет просто держать, ей работать не надо будет, работать будет первой косточкой, как я настраивал, значит, уже шею оленя, или хвостов, так, есть такое дело, так, теперь нам нужно настроить, глаза, так, выбираем вот эту косточку, первую, и через Shift зрачка, делаем Ctrl Shift C, и делаем, так, Thread 2, Thread 2, заходим, теперь выбираем вот эту кость, зеленую, и ставим ей, значит, Y, Z, ну, и в принципе, все, то же самое делаем с этой, Ctrl Shift C, Thread 2, выбираем косточку, делаем Y, Z, все нормально, так, проверяем, что такое, вроде же, они были привязаны, Ctrl Z, заходим, в Edit Mode, выбираем две кости, и привязываем Ctrl P, и Pop Set, непонятно, что тут творится, у меня, что-то все, отвязываться стало, или мышка не дожимать, ну вот, глаза работают, в принципе, поворот есть, глаза я потом все равно буду заменять, это, не принципиально, что они вот такие будут, просто черные, это просто заполнить вот эти отверстия, так, теперь, настраиваем язык, выбираем первую косточку языка, а, пардонте, вторую, и первую, Ctrl C, это будет у нас, New York's Kinematic, удаляем таргеты, и ставим, на четыре кости, Z, можем, как-то тут перекручивать, прикольно с вам, так, есть такое дело, смотрим, как привязались зубы, R, так, вот с языком, теперь будет вопрос, его нужно вместе, с ртом, вот, убирать, почему, потому, что у нас язык, не, ну как, не привязан к нижней челюсти, в принципе, его нужно привязать, вот эту косточку, вот эту косточку, к нижней челюсти, он будет убираться, вместе, значит, с этой челюстью, вот так мы и сделаем сейчас, так, настраиваем, опять же, лапы, на, Ctrl, Shift, Inverse, Kinematic, на две кости, здесь, значит, Ctrl, Shift, C, Inverse, Kinematic, на три кости, как у оленя, потому, что здесь длиннее, проверяем, длиннее, длины, вот видите, не сгибается, вопрос, почему, потому, что, возможно, угла здесь нет, сейчас кости поправим, ну, чтобы точно это дело было, поставим на четыре, кости, и проверим, вот видите, уже сгиб не идет, потому, что я не тот угол дал, значит, вот на эту лапу, но это все сейчас поправится, то же самое, Ctrl, Shift, C, Inverse, Kinematic, на три кости, здесь, опять же, Ctrl, Shift, C, Inverse, Kinematic, на две кости, ну, и хвост настроим, так же, как я бы, Ctrl, Shift, Inverse, Kinematic, каргеты долой, и ставим, раз, два, три, четыре, на пять костей, вот, чем хорош, значит, ровный хвост, что теперь, смотрите, мы можем его и сюда загибать, и сюда, вообще бомба, это когда хвост прямой, Ctrl, Z, тогда хвост уже изогнутый, то такой уже штуки не получается, так, на шесть поставим костей, а ну-ка, вот, можно хвост заламывать, как в лайке, Ctrl, Z, так, все это есть, теперь проверяем, G, так, опа, не понял, а, одну лапу, не так настроил, что, ну-ка, появилось, empty, delete, о, Ctrl, Z, как же, так же, откуда ты взялась, Ctrl, Shift, C, inverse, cinematic, на две кости, G, все, лапа работает, а вот это, empty, бывает, выскакивает, вот, она мне, в принципе, не тарахтела, да, все, удалили, так, стройка на нампаде, так, глаза на место в орбиты, чтобы лучше видеть, отключаем, значит, видимость костей, подгоняем глаза, вот, слишком, слишком, выходит, вот туда, чуть-чуть подальше, так, вот, обрезанный, и немножко их надо потом докрутить, тоже глазами заняться, не вопрос, так, получается, как мы ими займемся, можно развести вот эти вот, значит, косточки, или подвести их поближе, потому что они на них смотрят, и, в принципе, от них будет пляска, вот, смотрите, так, где-то тут, на него смоет глаз, но, из-за того, что он обрезанный, и зрачка не видно, вот эти перемещения, почти незаметны, так, так мы потом подкрутим, как он сбоку выглядит, вот видите, обрезка, и, в принципе, он круглый должен глаз быть, и надо глаза, короче, будет заменять, все, это вопрос, не вопрос, так, ну и все, в принципе, что, волк готов, значит, к анимации, так, смотрим, как он уже опускается, а, пардон, забыл, поправить задние ноги, вот, смотрите, не дал я им, значит, угла, и нога, нога уже не понимает, куда ей нужно гнуться, так, эту вверх, эту вверх, и чуть-чуть, подводим вперед, обжиг нот, перенастраиваем, Ctrl-P, wait, автоматик, выжет веса, выбираем нашего, rig-опса, стройка на нампаде, и смотрим, как он сейчас будет, так, не понял я вот этот юмор, так, вот он приседает, так, понятно, здесь угол дан, Ctrl-Z, так, на сколько они стоят, на три, поставим на четыре кости, не вопрос, так, на четыре кости, тогда у нас вот эти, ну, в принципе, так и должно быть, но не до такой степени, вот, значит, что делаем, но это тоже не вопрос, исправляем косяки, только на нампаде, отсоединим вот эти кости, ну, так, это, edit mode, значит, так, вот эти кости мы отсоединим, Alt-P, Clear Parent, так, эти кости, я не там, G, эти кости чуть-чуть уменьшим, так, вот так просто, эту кость тоже уменьшим, а эту задерем, это будет ограничитель, а вот эти кости, теперь нужно будет привязать к тазу, Ctrl-P, и offset, проверяем object, перевязку, Ctrl-P, Light Automatic Widget, выбираем кости, POS mode, строится на нампаде, выбираем TAS, Ctrl-D, так, непонятно, что тут с жопрой происходит, Ctrl-Z, Inverse Kinematic, а, на четыре кости стоит, так, ставим на три, не проблема, вот, все, теперь, вот он, упор ноги, в принципе, все хорошо, смотрим, так, все хорошо, но вот, вопрос, теперь, по передним лапам, Ctrl-Z, передние лапы, у нас должны быть, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, семерка, такая, семерка на нампаде, передние лапы, у нас должны быть, потом, когда будет анимация, их надо, выкрутить, как-то вот так, в эту сторону, вот, опять же, по форме модели, если делаете, локки лучше, тогда, выводить, но, так как, это не я делал, будет нормально, так, раз, смотрим, вот, теперь, лапы ушли в бок, все нормально, это при анимации, подкорректируется, вот, эта штука, кости выправятся, так, а вот, с задними, что-то, с задними, вообще, не вторчу, так, это сюда, это, а ну-ка, так, попробуем, задние лапы, что-то у меня такое было, когда-то, ну, кто-то я не припомню, что-то так прям, хреново все угнулось, да, так, язык, вот так, как-то, ну-ка, ну, вот, нашелся компромисс, значит надо их еще выше поднять. По идее тут же вот здесь в принципе нормально все. Так, ну и остальное уже в процессе анимации бега будут выправляться локтевые, будет все выводиться. В принципе все. Единственное, что можно еще косточки на уши добавить. Давайте добавим сразу, чтобы готовый был перс. Хотя при анимации прям так будет мотылять. Ну ничего, давайте. Так, это дело недолгое. Е, косточку добавляем Alt-P, Clear Parent, единица нам Paddy, G, вгоняем значит в мозг, подгоняем по задней части, выбираем Е, ухо, G. Смотрим, чтобы все попало. Ну и опять же, чтобы все нормально гнулось, давайте угол сделаем. Так, так и немножко, да не, он по центру стоит все нормально. Так, теперь Edit Mode. Выбираем ухо, вяжем голове и полсет. Теперь делаем выборку. Единица на Paddy Shift, D, щелчок. Справа только мыши Мир из Global. Ну и подставляем на ухо. Заходим в Object Mode. О, что-то у меня персонаж перекручивается. Сейчас мы это все дело восстановим. Значит так. Выбираем персонажа, выбираем кости, Ctrl-P, Wake Automatic Widget. Выбираем кости и смотрим, как можно, если вот сдергаться. Начал персонаж, вот я его где-то подвигал, а потом пошел изменять что-то дальше. Вот это движение у него осталось, все изменение позы. Но это не проблема, можно нажать английская А, тройка на нампаде и нажать Alt, G, Alt, Alt. Вот эти сочетания. Все. Теперь персонаж не должен капризничать. Так. Вот на грудинку, наверное, еще добавить Ctrl-Z. Так, подмышки есть, а грудина у нас не держится, да. Так, проверяем голову. Если голова будет гнуться нормально, вот видите, разница в чем. Скульпт хороший, да, вот все нормально сделано. Но когда мы начинаем опускать голову, мы можем, если S, только увеличивать. Или нужно ставить косточку на растяжение. Или, допустим, ну-ка, R, уводить вот эти вот части. Но вот эта горбина, вот эта горбина, вы видите. В принципе, ну как, она должна быть, но она, наверное, не так должна быть сильно прям. Ctrl-Z. Вот сейчас понимается, что шея чуть-чуть у него коротковатая. Поэтому, поэтому что можно еще сделать? Можно бошку отвязать от этой части, от этой кости и привязать ее отдельно. Тогда можно будет ее как-то фиксировать, как-то направлять, растягивать. Так, попробуем Edit Mode. Alt-P, Clear Parent. И вот эту косточку вяжем к этой, Ctrl-P. Ну, кости должны быть связаны. Все эти привязаны, все нормально. И одну косточку, одну косточку, вот эту вот, давайте вытянем новую E. Alt-P, Clear Parent. Добавим, значит, на грудину. Значит, R, значит, G. Чтобы мы могли потом грудь вот эту, как бы корректировать. Вот так вот. Ну, и вяжем ее опять же к хребту. Ctrl-P, Keep Pulse. Заходим в Object Mode. Перевязываем нашего персонажа. Ctrl-P, так. Ctrl-P, White Automatic Widget. Заходим в Post Mode. Выбираем кости. Тройка на нампаде. Значит, язык засовываем, значит, в нашего персонажа. Так. И хорошо бы ее привязать к челюстной, да? Значит, Edith Mode. Вот эту кость вяжем к этой, Ctrl-P. И после этого, главное, чтобы она теперь челюсть не ломала. А ну-ка, если мы будем теперь челюстью крутить, в принципе, не. Она в горло уходит. Ну, можно, значит, перекинуть на вот эту, на ближнюю. Ну, не суть вопроса. Все работает. Так. Что у нас теперь с посадкой? Так. Ну, вот локти, локти. Я когда их вытяну в бок, они уже не будут проникать в эту, в хребет, да? И не будет этой ломки. Это уже при анимации. Так, Ctrl-Z. В принципе, все. Лапы расставляем передней. Вот эта вот часть, видите, она выключена. И я локти просто выкручу, и будет все зашибись. Так. Тройка на нампаде. Включаем кости. Включаем, значит, загоняем наши зрачки назад, где они были. И ждем потом, как сделать им глаза. Так. Вот что-то тут вообще с этими глазами беспорядок. Я их потом заменю. Так. Все. Это, значит, есть вот такой вот вариант настройки оленя и настройки, значит, нашего пса. Да. Это теперь Alt-H. Так. Здесь не возвращается. Alt-H. Вот эту часть можно H убрать. Ну, еще можно заменить видимость костей. Я ссылку на ролик, как заменять вид костей, кинул в описании. Все. Чуть-чуть теперь поработать с шерстью. Вот с этой. И потом, в принципе, можно уже делать анимацию бега волка и бега оленя. И потом это все дело, значит, понеслось. А там уже и лес, и пустыня, и дрова. Так. Все вот эти персонажи будут, значит, в группе для скачивания в ВК. Ссылка будет в описании. И вы можете тут сами уже что-то поэкспериментировать, что-то позаменять. Возможно, попробуйте переделать вот эту шерсть. Плашка. Alt-H. Вот она. И она есть в папке. Вот это вот, значит, альфа. И она, значит, в папке для скачивания с волком. Все там есть. Можете попробовать на него другие альфы какие-то наложить. Шерсть удалить, допустим, там, не знаю, может у кого-то в сабстансе вы можете его перекрасить, там, доработать. Сделать более такого поприкольней, что ли. Ну, так-то он тоже, черт, прикольный. Сейчас можно вот это волосами закидать. Ноги чуть-чуть подкидать. И, в принципе, что? Ну, будет бежать и неплохо будет бежать. Немножко пляшивый. Вот он. Ну, ничего, они все пляшивые волки. Ну, или можно потом будет переделать, значит, эту шерсть. Все. Всем пока. До свидания.